Спортсменка из Златоуста Анастасия Белякова вышла в полуфинал Олимпиады, а Челябинский трактор поборется за третье место в мемориале Рамазана. Кто станет их соперниками, расскажет Дарья Шведова в обзоре спортивных событий. Сегодня в 2 часа ночи по Челябинскому времени Анастасия Белякова вышла на ринг против представительницы США Микаэлы Майер. Бой проходил в рамках категории до 60 килограммов. Забоевать победу до конца основного времени у южно-уральской спортсменки не получилось, поэтому исход противостояния определило решение судейской коллегии. Двое из них отдали победу Анастасии с отчетом 39-37. Еще один судья проголосовал за ничью 38-38. Как рассказывает сама спортсменка, к тому, что бой будет трудный, была готова изначально. Полуфинальный бой пройдет завтра в 22.15 по местному времени. Соперницей нашей спортсменки станет представительница Франции Эстель Масели. А вот другой представитель Челябинской области пробиться в финал не сумел. Владимир Иванов в паре с Иваном Саузоновым без поражения прошли групповой этап, но в четвертьфинале уступили соперникам из Китая со счетом 1-2. Пока Белякова защищает честь нашей области на Олимпиаде, южноуральские боксеры проводят открытую тренировку. Совсем недавно они вернулись с первенства России. Соревнования проходили в Тюмени. Челябинскую область представляли семь боксеров. Трое из них вернулись с медалями. Юрий Билов дошел до полуфинала соревнований в весовой категории до 56 килограммов. Но вынужден был сняться из-за болезни. Ему досталась бронзовая медаль. В этой же весовой категории другой представитель области Алексей Киселев вышел в финал, где в упорном бою уступил волгоградскому боксеру. А вот Иса Евлоев свой бой за золото выиграл. В финале южноуральский спортсмен одолел соперника из Уфы. В том году по юниорам на России ничего не получилось сделать. Но в третьем бою за полуфинал проиграл из-за болезни. А в этом году получилось усердно тренироваться к этому. То, что я сколько тренировался, никуда не ушло, показалось на России. После удачного выступления на первенстве страны Иса Евлоев выступит в составе сборной России на международном турнире в Германии. Туда он отправится 23 августа. В случае победы он примет участие в первенстве мира. Тем временем в Копейске прошел чемпионат области по армспорту среди людей с ограниченными возможностями. В зале свыше 70 спортсменов из 10 южноуральских городов и районов. Среди участников и Ольга Бунина в инвалидном кресле многодетная мать свыше 10 лет. Ехала с будущим мужем подавать заявление в ЗАГС, но попала в страшную аварию. Женщина решила заниматься спортом и выбрала армрестлинг. На чемпионат России я стала чемпионкой России. Поехала на Европу, Болгарию, стала чемпионкой Европы. Потом поехала в Италию, стала чемпионкой мира. И так вот с 2009 года я каждый год езжу в Россию, Европу, Мир и уже являюсь 10 градусов чемпионкой мира. Упорную борьбу ведут на трех столах. Главный приз, золотая медаль. Триумфаторами турнира стали копейчане. Еще два спортсмена из шахтерского города получают удостоверение кандидатов мастера спорта по армрестлингу. Челябинский трактор одержал первую победу на мемориале Рамазана 2016. Черно-белые выиграли со счетом 3-1 у Сибири. Первыми забили хоккеисты из Новосибирска. Подопечные Анвара Гатиатулина сравняли счет в меньшинстве. Игорь Мирнов оказался 1-1 с ротарем и отправил шайбу точно в цель. Вскоре Дмитрий Пистунов увеличил преимущество. Финальную шайбу забросил Алексей Кручинин. Завтра челябинские хоккеисты разыграют третье место на мемориале Рамазана все с той же Сибирью. А Магнитогорский Металлург сыграет в матче за первое место с омским авангардом. Прямую трансляцию игр смотрите на нашем сайте 1обл.ру. Челябинский трактор усилился новым игроком. Состав черно-белых пополнил чешский легионер Михал Бирнер. Соглашение с ним рассчитано на один год. Прошлый сезон форвард провел в чешской экстралиге. В составе белых тигров провел 51 матч, забил 13 шайб и отдал 26 результативных передач. Михал имеет опыт выступления в КХЛ. С 2012 года по 2014 выступал за пражский лев. Кстати, там играл в одном звене с еще одним новичком трактора. Михалом Ржепиком. Бирнер это шестой легионер в команде. Дарья Шведова, Александр Захаров, Надежда Головина, ОТВ.